Ещё более двух тысяч лет назад древнегреческий историк Иродот утверждал, что на процветание жизненной силы общества влияет состояние его земель, плодородных почв. До конца 19 века жизнь и почва были неделимы друг от друга, давая людям всё необходимое для здорового развития и совершенствования биологического вида. Однако в 20 и 21 веках происходит всё более масштабное применение минеральных удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве, что приводит к катастрофическому ухудшению биогеоциноза почв и продуктов питания, выращенных на этих почвах. По сути, мы разрушаем иммунную систему биосферы нашего общего космического дома, планеты Земля, живую плодородную почву. Мы уничтожаем её химическими удобрениями, ядохимикатами и технологическими отходами всей земной индустрии. Но таким образом мы, в первую очередь, разрушаем и своё собственное здоровье. Когда миллионы лет тому назад на планете появились первые живые организмы, земная природа нашла способ использовать отходы и их жизнедеятельности. Органические отходы стали перерабатываться в новое органическое питание. Плодородный гумус с помощью почвенных микроорганизмов, сложнейших и неизлечимых простым глазом биозаводов. Их должно быть не менее 100 миллиардов в каждом килограмме плодородной почвы. Причём нескольких тысяч видов, как аэробных, так и аноэробных. У каждой из них своя узкая специализация по переработке органических отходов. Таким образом, отходы жизнедеятельности всех живых организмов в ходе биосферной эволюции стали основным питанием для растений. Хаотичность развития инженерии в области сельскохозяйства привела к тому, что пища растёт в одном месте, а органические отходы, в том числе и кондиционные стоки, обзываются в другом, за тысячи километров. При этом вынос вместе с урожаем питательных веществ из живой плодородной почвы на планете, а это миллиарды тонн ежегодно, не компенсируются. В почву обратно вносятся в основном только три химических элемента – азот, калий и фосфор. Хотя растения при своём росте берут из неё более 80 химических элементов. В основном из природной органики, то есть плодородного гумуса. Причём в почву сельскохозяйства вносятся произведённые промышленностью простые растворимые химические удобрения, а не созданы жизнью сложные, сложнейшие органические нерастворимые гуматы, как это и было в течение сотен миллионов лет, предшествующих лет эволюции жизни и земной биосферы. Среднестатистический человек съедает в год около 700 килограммов пищи. В результате обмена веществ практически такую же массу отходов, который человек выделяет в окружающую среду. Если эти отходы преобразовать в биогумус и внести обратно в почву, на которой был выращен урожай, то будет восстановлен природный круговорот живого вещества, нарушенный человечеством в 20-м и 21-м веках. Более 40 лет, работая над планом спасения человечества, я пересмыслил существующую общемировую транспортную инфраструктуру, энергетику, урбанистику и сельскохозяйство. Я предложил глобальную концепцию мирового переустройства освободить миллионы квадратных километров почв, закатанные сегодня в асфальт и похороненных под шпалами. Освобожденные территории, равные по площади 6-ти республикан Беларусь, будут возвращены истинному землепользователю, земной биосфере. И восстановить плодородие этих земель можно только с помощью биогумуса. Гомус – это нерастворимая соль гуминовых кислот, основная органическая часть почвы, содержащая питательные вещества, так необходимые растениям. Если вы хоть раз копали землю, то наверняка видели, что сверху располагается более темный слой почвы с большим количеством корешков и полуразложившихся растений. Это и есть гумусовый слой, живой и плодородный. Гумус улучшает физические свойства почвы, является отличным хранилищем питательных элементов, создает прочную почвенную структуру, благодаря чему обеспечивается благоприятная циркуляция воды и воздуха. Гумус создает благоприятные условия для развития и дальнейшей деятельности различных полезных почвенных микроорганизмов, как аэродных, так и аэноэродных, а также для земляного червя, выполняющего функции желудка почвы. Их должно быть не менее миллиона штук на каждом гитаре Луны. Чем больше червей, тем плодороднее почва. Энергия, запасенная в бурых углях и горючих ланцах, это реликтовая солнечная энергия, полученная от нашего светила живыми организмами, проживающими на планете 100-450 миллионов лет назад. Следовательно, горючие сланцы и бурые угли могут быть использованы не столько для генерации электрической тепловой энергии, сколько для получения реликтового живого гумуса, основы плодородия любых почв. Так как такой биогумус будет иметь тоже химический состав, что и древнее дерево, взявшее все необходимое для жизни из древней же реликтовой почвы. Для получения биогумуса я разработал следующую технологию. Сначала сжигается горючий ископаемый, например, уголь, но не полностью. Затем отходы сгорания, зола, шлак, шлам, пыль, дымовые газы смешиваются с несожженными сланцами или бурыми углями. Затем сюда добавляется сырье органического происхождения. Это имеется в виду современное сырье. Это трава, торф, опилки, навоз. В общем, допустим, бытовой мусор, органический бытовой мусор. Полученная многокомпонентная смесь окончательно перерабатывается в живой плодородный гумус, биореакторах, с помощью специальных почвенных микроорганизмов. Такие микроорганизмы мы берем из мирового кластера почв, которые представляют собой совокупность плодородных почв, нетронутых плугом, собранных с более чем 100 регионов планеты на территории крестьянского фермерского хозяйства в городе Мариногор. По технологии реликтовой солнечной биоэнергетики можно производить из тонны бурового угля более одной тонны биогумуса. Тонна гумуса позволит вырастить более тонны органической пищи. Поэтому ежегодно добыча 10 миллиардов тонн бурового угля и горучисланцев, что примерно равно их добыче к концу первой четверти 21 века, не только обеспечит энергией 10 миллиардов человек из расчета 2 киловатта на человека, но и даст возможность накромить их здоровой, полезной и лечебной пищей. Более того, это позволит остановить опустынивание планеты и ежегодно поднимать продуктивность бедных и пустынных почв до уровня чернозема на территории около 30 миллионов гектаров, что превышает площадь большинства европейских стран. Во-первых, биогумус эффективнее любого органического удобрения минимум в 10 раз. В нем содержится комплекс питательных веществ, макро, микро и ультра микроэлементы, ферменты и гормоны роста, гуматы и почвенные антибиотики. Все это необходимо для правильного роста и развития растений. Во-вторых, биогумусам невозможно переносить и гром. Напряжение всего цикла развития растения возьмет столько питательных веществ, сколько ему нужно. В каждом килограмме органического биогумуса живет до 10 триллионов полезных бактерий. А, например, на озере их всего лишь 200-300 миллиардов. В-третьих, по своим ростовым качествам биогумус превосходит известные в течение тысячелетий традиционные органические удобрения, такие как навоз, птичий помет, сапропель и торф. В отличие от навоза, биогумус безопасен. В нем отсутствуют болезнетворные микроорганизмы и личинки мух. В биогумусе нет нитратов, тяжелых металлов, патогенной микрофлоры и семян церняков. По сравнению с прошлым веком на Земле природного гомоса, который копился в течение миллионов лет, ну, осталось совсем немного. В животном мире 12 миллионов гектаров земли превращается в пустыни и при этом теряется 25 миллиардов тонн плодородной почвы. Поэтому перед человечеством стоит актуальная задача восстановления почв за счет создания нового, живого и плодородного губегогумуса. Из 300 триллионов тонн органического вещества горючих сланцев можно получить порядка 450 триллионов тонн живого гумуса влажностью 50-60%. Внесение порядка 10% гумуса, ну, такого среднего значения содержания гумуса в тучных черноземах. Верхний плодородный слой почвы толщиной 30-40 сантиметров будет достаточно для превращения в черноземные сельхозугодья 15 миллиардов квадратных километров земель, что превышает площадь земной суши примерно в 100 раз, а площадь всей поверхности Земли 29 раз. Таким образом, всю сушу планеты земная реликтовая биосферная энергетика может превратить не в пустыню, а в цветущий сад, посаженный на самую плодородную и идеальную для жизни почву тучный чернозем. Такая биоэнергетика станет для человечества фактически бесплатной, так как произведенный ею отход, плодородный гумус, который будет стоить на рынке дороже нефти, окупит производство электрической и тепловой энергии. Здоровая почва позволит выращивать органическую и безопасную пищу, что приведет к сокращению многих болезней и улучшит продолжительность жизни каждого человека. Сегодня все вышеуказанные эксперименты успешно проведены в Республике Беларусь на территории крестьянского ферзерского хозяйства Юнистского в городе Марьиногорка. И мы готовы делиться с миром этой уникальной, дружественной природе и человеку биотехнологии. Редактор субтитров А.Семкин